Валентин Вихарев Ночь у костра, в зеркале озера Звездная крошева, я поверю тебе вместо венца Бархатом трав лесных плечи укутаю И увлеку тебя в звездную даль Чтоб не искала ты встречи со скукою Звонкою радостью гнала печаль Вот, а еще там в этом жюри председателем был, к сожалению, ушедший Юрий Алексеевич Кукин Ну и заключительный концерт в Петрозаводске Кукин открывает концерт, уже там жюри и лауреаты Кукин открывает концерт, я его закрываю А он еще тогда Бутылка водки в день обязательно И Да-да-да-да-да-да-да-да Каньячок это тоже Мы друг другу так надоели, потому что мы И жили в одном номере, и ехали в одном купе И из-за него я опоздал на поезд И подцепил пневмонию Потому что когда приехали в Питер Он говорит, слушай, у тебя до поезда еще там Четыре часа, поехали в гости к друзьям Я говорю, да ты что, я опоздаю Не-не-не, тебя на машине отвезут все Какая машина, что я не знаю этих компаний Не-не-не, там все трезвые будут Ну короче, в доску пьяный товарищ повез меня на машине В 500 метрах от вокзала Он врубился в столб Эти 500 метров я бежал И увидел, только помахал поезду уходящим уже вдаль Вот вам анекдот от Кукина Плакат в столовой для глухонемых Когда я ем, я как всегда Ну и мы сидим с ним в артистической Вышли покурить Значит Женщина такая лет 40 Дочка с ней лет 12-13 Юрий Алексеевич, можно дочка вас потрогает? Ну так удивленный, испуганный Ну пусть потрогает она Доченька, это Кукин, он еще живой Ну раз уж мы сказали о Кукине Помогайте Эх гостиница моя, ты гостиница На кровать присяду я, ты подвинешься Занавесишься ресниц занавескою Я на часть тебе, жених, ты невестой Я на часть тебе, жених, ты невестой Бабье лето так и быть не обидится Всех скорей бы позабыть, с кем не виделся Заиграла в жилах кровь коня троянского Переводим мы любовь с итальянского Заиграла в жилах кровь коня троянского Переводим мы любовь с итальянского Наплывает слов туман, а в глазах упор Обязательный обман, умный разговор Сердце врет, люблю-люблю, на истерике Невозможно кораблю без Америки Ничего у нас с тобой не получится Как ты любишь голубой мукой мучиться Видишь, я стою босой перед вечности Так зачем косить косой человечностью Коридорные шаги злой угрозой Было небо голубым, стало розовым Я на краешке сидел и не подвинулся Ах, гостиница моя, ты гостиница Ну вот еще несколько баек из авторской среды У Юрия Алексеевича была замечательная такая песня Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж Ты посмотри, вокруг тебя тайга Эта песня звучала на радиостанции «Юность» Ее тоже очень долго не летовали Пока кому-то не пришла в голову мысль сказать Там же мешает жить Париж Чай вместо коньяка Что это песня, которую поет летчик Из эскадрильи Нормандии Неман, француз, который вспоминает Все, ее пустили На самом деле Париж, это было женское общежитие В этом таежном городке Где и песня, собственно, гостиница Тоже была написана после посещения этого Парижа И вот еще одна хорошая байка Уже я был очевидцем этого всего дела Первый большой бардовский концерт в Москве Большой, громадный Выступали все известные Ким, Никитин, Акуджава И мне это 81-й, по-моему, год Ну, еще при жизни Брежнева Мне посчастливилось принять участие Тоже в этом концерте И где Акуджава впервые со сцены Спел свои вот эти антисоветские песенки Это «Римская империя, время не упадка» И Антон Павлович Чехов однажды заметил Песню про дураков Слышали? Слышали Вот он первый раз Ну, ему уже было можно делать все, что угодно В то время он это и сделал Первый раз со сцены прозвучали эти песни Потом выходят Никитины и поют Ну, они достаточно много песен пели У нас-то рядовых было там У кого две, у кого одна вообще И они поют из Буратино Поют тогда Здравствует наш Карабас дорогой Как сладко нам жить под его бородой И он никакой не мучитель А просто наш добрый учитель Первый раз они поют так, а второй так Да здравствует наш Как сладко нам жить И он никакой не... А просто дальше в метре от меня А за сценой постоянно ходило два человека в одинаковых серых костюмах И разговор в метре от меня Сергей Яковлевич, что вы себе позволяете В зале как раз там и горком партии И профсоюзы И кто-то даже говорит из ЦК Вот что, Куджава Кто-то на голубом глазу Такой весь добрый Говорит, вы знаете У нас с Татьяной много песен Где мы начинаем, а зал подхватывает Ну, например, спляшем, пеги спляшем Мы здесь рассчитывали на тот же самый эффект Почему-то не получилось Должен выходить Генка Сельчук С одной своей известной песни Песня «Бойца первой конной» Там, значит, нас заставляли рядовых Значит, петь что-то патриотическое А вторую, на твое усмотрение, но залитованную У меня тоже я первую песню пел свою 9 мая А вторую уже какую-то развлекушку или пародию Я не помню, что я там пел А Генка с одной этой песней выпустили А там такая была А к синюю, слышали, не слышали? Ну, там, короче Дождик утро серые намокает рада На земле мы первые, нам нельзя с обмана Зачинать истории новый поворот Жаль, что слав в теории В бою наоборот Ты прости меня, дорогая к синюю Но твоя юбка синяя не удержит бойца Не реви, баба темная Много нас убуденного Наша первая конная С ним пройдет до конца Комиссар Кривухин Лучше бы сказал Да в прошлой заварухе Он без вести пропал Наверное, убили И предали земле Силен он был на митингах Да не силен в седле Ну и так далее И ему, говорят, подходит этот товарищ Ген И вы сегодня эту песню не поете Как? Почему? Да вот тут, говорит, Куржава с Никитинами устроили А у вас слова там Комиссар силен на митинге И не силен в седле У нас в зале тут полно комиссаров Не, говорит, не А Генка с одной этой песней Как? Нет, почему? Я же больше ничего Ну, значит, Ген Да вы что такой? Не, не, не Задумчивость на лице Бросается, что-то на ухо шепчет Говорит, о, так пойдет Мы все Песня на слуху По радио она была часто На БАМе постоянно ее пели Зал явно будет подпевать Мы столпились за сценой Интересно, что ему Генка сказал И чего вдруг разрешили И идет текст Зал не заметил Потому что пел основное все вместе А Генка поет Комиссар Кривухин Лучше бы сказал Да в прошлой заварухе Он и без вести пропал Наверное, убили И предали земле Селен он был На митингах Еще сильнее в седле Тут за сценой Естественно, все мы Упали, отвалились Зал не заметил Поскольку пели Значит, основной Текст Но концерт был Очень веселый Очень удачный Ну, давайте Что мы еще поем Луфер Луферова А не знаю я что Поехали Ой, видите, Луферов Много лет Меня в 70-е В начале 80-х Постоянно в сборных концертах Ставили между Луферовым И Бережковым Или между Луферовым И Мерзояном И заставляли петь Развлекушки Как они говорили Дабы разбавить Элитарность Вот Виктор Архипович Луферов Последние годы Ну, я как В прошлом врач И мои друзья Врачи Барды Мы помогали И лекарства Доставали И все такое Прочее Давайте Луферов Я влашу жизнь Как в дом чужой вошел Но все мне здесь До странности знакомо Сквозняк качнул На окнах синий шок И вновь запахло Валерьянкою и ромом И я не слышен Не заметен Как сквозняк Брожу по комнатам Предметы Узнавая Я на секунду к вам Случай Просто так Зайти зашел А выйти как не знаю Я на стене Выгляжусь В чужой портрет Смотрю в окно Багряная аллея Ему вы скажете Закутавшись В свой плед Опять сквозняк Закрой окно Скорее Я вам хотел сказать А впрочем все пустяк От сквозняка цветы Не увядаю Я на секунду к вам Случай Просто так Зашел проститься Перед дальним краем Сквозняк Нашел в оконной раме Щель И он из ваших комнат Улетая Свистит в нее тихонько Как свирель Конясть За сумасшедших Листьев стаей Все меньше В вашем доме Сквозняка Все глубже осень Все печальней Дали А ваши пальцы Бродят у виска Как будто бы Вы что-то Потеряли Такая малоизвестная песня Луферова А? Известная? Ну, это из ранних Просто ранние уже Что такое? Ну, четвертый Все нормально С четвертой струной Это у вас Со слухом, Сережа Что еще, видите, было Я не закраю В колодезны Квадрат двора Пришел к нам Музыкант с утра О, Боже мой Не, не вспомню я ее К сожалению Тоже такая Известная Луферовская песня Ладно Что поем Если что А, пародии Говорились Именно Розенбауму Хорошо Она есть, кстати На дисках С Розенбаумом Мы познакомились Я не помню 78-й или 79-й год В Ташкенте Мы менялись гастролями Он еще не был Тем известным Розенбаумом У него еще ни одного Концерта в Москве Тогда не было И когда я прилетел в Ташкент А он обкатывал Как раз Одесский цикл И казачьи песни Я услышал его И я всю ночь сидел Менял программу Чтобы нас не сравнивали Потому что он тогда Конечно был очень силен Ранние его песни Мне очень нравились А поздние Ну Это Мое мнение Ну Кстати Его Достаточно много народу Придерживается Потому что Здесь получается Такой вот Интересный эффект Если отдельно от музыки Прочитать стихотворение Под музыку Вивальди То это получается Фигня и бред А вот музыкой Сделали замечательную песню Так же и у Розенбаума Бешеная безумная энергетика Харизма А вот некоторые стихи Когда начинаешь читать отдельно Там Вот Ну А три дня мы там провели вместе И Много общего Оба Врачи Оба Евреи Оба когда-то играли в ресторанах Ну и когда Я услышал Значит Казачьи песни Когда человек с фамилией Розенбаум Пишет казачьи песни Я не мог не откликнуться Там же была написана эта пародия И потом Городницкий мне рассказывал Что Розенбаум сам по просьбе из зала Значит Ее эту пародию спел Подалекой задремал Есаул на роздыхе Преклонив голову К доброму седову Не буди казака Ваше благородие Он во сне видит дом Мамку да ветолу Он во сне видит дом Старый талос дедовый На столе где маца Стынет рыба фиш Видит двойру сестру От рождения бледную Синагогу отца В общем весь Париж А на окне Наличники А во сне был привоз Грело солнце южное И в Одессе у нас Все без перемен Семь братьев было в ней Все они бендюшники Черный пейс и крутил Младшенький Семен А на окне Наличники Даешь погром Станичники Собиралась в поход Идышин казачества Старый поп Ребекац Нас благословил Атаман Фроем Грач Сызмальства Удачливый Есаул У него Розенбаум был Ой, ты доля моя Горюшка безмерная Сам я был пару раз При погроме бит Не буди Атаман Есаула Верного Хоть во сне Дайте мне Казаком побыть А на окне Наличники Азох Ны Станичники Только шашка Казаку В степи Подруга Только ножны Казаку В степи Жена Спасибо Вот Что же у меня еще Раз уж затронули Родную еврейскую тему Это Брам Ты что такой пьяный Сегодня день Железнодорожника Но ты же врач У меня фамилия Шлагбаум Нет в мире Такого предмета Который не смог бы Стать еврейской фамилией Поймали Арабы Еврея И начали Вершки Пытать А ну Говори нам Скорее Как взывать Тебя Мать Перемать Коль скажешь Дадим тебе Злато Оденем Шелка И парчу Подарим Портрет Тарафата Короче Гуляй Не хочу Не скажешь Живым Не надейся Покинуть Вот И этот Подвал Но имя Герой Иудейский Сиона Врагам Не назвал Молчал До последнего Вдоха Как те Не пытали Его Он Р Выговоривал Плохо И очень Стеснялся Того Здесь В зале Находится Абсолютно Замечательный Человек Здесь много Замечательных людей Но этот Замечательный Человек Абсолютно Потому что Ко всем Его Достоинствам Которые Перечислить Невозможно Он Еще И рыбак Которые Уже Сколько Михаил Константинович Сколько лет Сорок Больше Тридцать Шесть Лет На одном И том Жеместе Тридцать Шесть Лет О Вы мне Потом Напомните Это мою Фразу У меня Цепляется Одно За другое Тридцать Шесть Лет На одном И том Жеместе На Десне Все Лето Со Своей Очаровательной Дочерью Олей Ловит Рыбу И живет Дикарем В палатке Ну Я бы не сказал Что это совсем Дикарем Потому что Там конечно Лагерь Он Обоснуется Со всеми Удобствами Но это Прекрасно Михаил Константинович Для вас На одном Берегу У костра Сидит Рыбак На другом Берегу Смотрит Звездочка В реку От костра Ни на шаг Не отходит Рыбак Что на том Берегу Неизвестно Рыбаку Закипела Вода В закопченном Котелке За весь день Наловил Еле-еле На уху Дремлют Птички В лесу Дремлют Рыбки В реке Лишь не меркнет Звезда На другом Берегу На берегу Погасил Рыбак Костер Хватит На огонь Глазеть Вряд ли Кто В эту ночь Проплывет Твоей Рекой Глазеть Кого ж Тебе Ждать Все На месте Сидеть Доль На том Берегу До звезды Падать Рукой Но На одном Берегу У костра Сидит Рыбак На другом Берегу Смотрит Звездочка В реку От костра Ни на шаг Не отходит Рыбак Что На том Берегу Неизвестно Рыбаку Ну и его очаровательная дочь Рыбачка Оля Да Сделала Заказ Мне конечно Это петь крайне трудно Потому что это Знаменитейшая Песня Ивасей Ивашенко Ивасильев Мы с ними Были В одном Кусте КСПшном Куст назывался Пироговка Они были В университете Я был Во втором Мединституте В Москве Ну и так получилось Что мы достаточно Много общались Потому что Гоша Васильев Работал под началом Брата моей жены И они дружили семьями Ну и мы встречались Общались Вот На Грушинске Вместе ездили Мы вместе выступали В концертах И Оленька попросила спеть Если я ее вспомню Песню про селедку Таню Все слышали О Есть даже кто-то Кто не слышал Вон На селедке В океане Вертя селедочным хвостом Друзья селедку звали Таня Но впрочем песня не о том Она любила свежий ветер Ее швырял девятый вал Когда в злокузненные сети Танюшку траулер поймал По-пам-пам-пам-пам Сперва пришлось ей в бочки туго Лежать в лассоре Как в бреду Потом нашла Танюша друга Он жил в семнадцатом ряду И не смущаясь тем не мало Что обвинят ее в грехе Она по бочке с ним гуляла И целовалась в уголке Ай да, Таня, ай да, Таня Таня просто молодец Молодец За голова Тьфу! Плевать, что в бочке места мало И не видать, вокруг не сгиб Танюша с гордостью считала Свой образ жизни городским Она, как в сладостной нирване Крутила жизни колесо Смотрела сны об океане А по утрам пила рассол Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Связав с себя гражданским браком Танюшка счастливо жила И повивальная собака Вот они нерест приняла А на крестинах из народа Неслось немало теплых слов В честь основательницы рода Сельдей соленых безголов Но разлагающейся тушке Рассол не мог уже помочь Была протухшая Танюшка Из бочки выброшена прочь Трагичность в нее угасла Но не без пользы для стола Она в селёдочное масло Переработана была Как удаётся в бочке вредной Прожить так много светлых дней Дожить до старости безведной Протухнуть смертью своей Мы долго думали, гадали Но так понятки не смогли Ведь рыба тухнет с той деталей Что у Танюшки отсекли Ага, что у Танюшки отсекли Ага, что... Это тоже нужно будет убрать с плёнки Я перепутал куплеты Как со мной бывает крайне редко Вот Ну, что ещё я хочу сделать Серёж, ты мне скажешь Когда я не посмотрел на время Ты мне скажешь Ещё минут двадцать Меня это не испугает Вот эта книжка Которая называется В мире мутных мыслей Мысли здесь действительно мутные Я много лет писал Четверостишие смешные А потом мне попался на глаза Сборник, замечательный Сборник Кто у нас пишет такие Четверостишие? Игорь Губерман А я по наивности вообще считал себя Первооткрывательным жанром Когда я прочитал его Там это всё гениально Я, конечно, был В полном изумлении и расстройстве Но, между тем, эта книжечка Маленькая пережила Уже четыре издания Эпиграф такой Творил я долго Много и упорно Но нету ситуации Глупей Я памятник себе Воздвиг Нерукотворный Теперь вот отгоняю Голубей Принимали меня Горячо Я на сцене Совсем измучился Зал кричал мне Ещё Ещё Пой ещё Пока не получится Пока не научишься, вернее Вот уже и это стал путать Так что, Ален, ты меня простишь За съеденный куплет? Я говорю Третий стакан водки И я тебя предупреждал Он был вишнем Хотя нет Я перед концертами Никогда Ни грамма не употребляю Много лет Раньше мне казалось Вот выпьешь там Стакан коньека Полстакана Раскрепощение Голос звучит И как-то я увидел себя По телевизору В этом состоянии И всё понял И больше Ни капли Ни грамма Уже очень много лет Больше того Когда я веду концерты Я не пускаю на сцену Выпивших А очень часто Меня приглашают Вести большие сборные концерты Потому что, говорит Ты на одном уровне С нашими ведущими Любого можешь послать нафиг И не выпустить на сцену Остальных Они просто игнорируют Ну и действительно Были такие случаи Когда Я получающий Там Три тысячи долларов За концерты Сюда Приехал А ты меня Протрезвеешь Выйдешь Вот Так вот Это вот книжечка Она по главам Первая глава Ах, жизнь семейная Ой Какое ужас Сколько приходится листать А, во Ты мне испортила Всю жизнь Погрязла в шашлях С мужиками С мужиками Ты предлагаешь Развестись Я за Обоими рогами Ты с Венерой Миловской схожа Дорогая моя подруга Красоты Правда Не дал Боже Но зато Такая же Безрукая Дорогая моя подруга Мамочку Надо мою Приютить Может Ей комнату Будем снимать Сколько же можно Ютить твою мать Ой Какой ужас А Это Вот это Это приняли на ура Я Такие вещи Редко со сцены читаю Но приняли на ура Я не помню Советские времена Или уже не советские Когда были финансовые пирамиды Чарабанк Тибет Хопер МММ Не советские Ну вот короче Тибет Хопер И Чарабанк Хлопочет вкладчик Возмущенный Россия Банк Объединенный С одним названием Объебанк Ну в смысле Объединенный Это еще в советское время Написано Я взращен был под знамением малым В отвращении К достатку чужому И настолько довольствуюсь малым Что почти не хожу по большому Вот здесь Ну гербы Украины и России Вы естественно помните Не может быть речи даже о дружбе Тем паче об общей судьбе Пока на гербе Украины оружие О дичь на российском гербе Или вот это тоже написано В Киеве Нам москалей вредят немало И у меня душа болит Шуридно-украинское сало Они назвали Целлюлит Помните это выражение Мужчина любит глазами Женщина любит ушами Если мужчина любит глазами А женщина любит слухом То значит самое сексуальное Это морганье в ухо Книжную премудрость Век не позабыть Ведь учение это свет Не учение мрак Библия нас учит Ближнего любить Ну а Камасутра Объясняет как Ну короче здесь О Познакомились по объявлению просто Видимо меня попутал бес 90-60 на 90 Оказались возраст Рост и вес С первым изданием я был В Российской Государственной Думе А знаете почему в России Дума у вас рада То-то она и рада Что она не Дума Значит в Думе Там я читал такое Заседают в Думе депутаты Мне сюда конечно не пролезть Ведь у них у всех ума Палата Только жаль палата номер 6 Или Все же Россия весьма богата Включи телевизор Увидишь сама Какие же щеки у депутатов Вот они родины закрома Ну и там дяденька один Это был банкет у них В этом году кстати первый год Не пригласили Это да Это два актера Сидят Театр 50 лет Все отмечают юбилей в ресторане А двух актеров комика и трагика Не пригласили Они сидят В артистического трагика Бутылка водки по стакану Разлили трагик Не пригласили Забыли Комик Не пригласили Помнят Не много лет Много лет подряд Я в этой Думе был И читал там вот такое Есть и новое Статистика радует глаз Россия с богатством везет Сосем с недр нефть Сосем с недр газ Народ кстати тоже Да 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 Вот Так там дяденька один на банкете А ему за 70 хорошо Приставал к молодым Официанткам У них короткие юбки Длинные ноги К одной второй трети Пока много раз ему не сказали Вы не так молоды Надо подсекратиться Поберечься Он так гордо Старый конь борозды не испортит У меня что-то щек Я ему тут же выдал микрофон посвящения Которое в последующие тиражи вошло Жена молодая Прекрасно Кто спорит И вмиг поговорка На память придет Что старый мол конь Борозды не испортит Если конечно в нее попадет Вот Я не знаю Есть ли у вас эта реклама Нас замучили этой рекламой Не тормозись Сникерсней Есть да Камаз подрезал паразит И жизнь сейчас порвется Ниткой Хоть я успел затормозить Но сникерснул И очень жидко Вообще реклама у нас конечно А Это Есть любители горнолыжники Есть Придашу свои извинения На горных лыжах Перед лавиной Со страшной лечу Крутизны И бешеный выброс адреналина Но почему-то в штаны Ну все Это На Чигете Где-то был бардерский фестиваль Где меня пригласили В качестве жюри Барда И меня спустили с горы На лыжах Первый раз На горных Я спустился Подбегают Ну как впечатление Вот теперь я понял Что самый любимый Для меня Вид зимнего Спорта Ну-ну Это рыбалка Ну мне дали Ботинки на два размера Меньше Ассоциации В мозгу моем Хихикают Обидеть не хотел Народ великий Но если Горемыки Горе Мыкают То кто тогда Скажите мне Калмыки Из-за листы Мне нужно будет Из-за листы Бежать А вот еще Вновь вспышка Антисемитизма Еврею Где найти приют Нахаемо Насрала птица Для русских То они поют Ну есть у меня Тут как раз Это я же по главам Все это читать Невозможно Абсолютно Так что Если есть желающие Приобрести гадости То ради бога Что мы еще поем Ой А А Понятно Нет еще не пел 9 мая Попробуем Значит У меня Я болтаюсь Между поколениями У меня папа Дореволюционный 909 года У отца было Девять братьев Шесть сестер И Разброс между Двоюродными Братьями и сестрами По возрасту Колоссальный Мой старший Двоюродный брат Воевал Он 24 года Рождения Его уже нет В живых И Я приехал Как-то в гости К дядьке А у дядьки Был орден Боевого красного Знамени За номером 26 Полученный В гражданскую войну Вот представьте себе Евреи Командиры Казачьего эскадрона Красного Это нонсенс Конечно И дядька Он прошел Все что можно было И Испанию И Халкингол Он профессиональный Военный Естественно В 37 Он сидел Но его выпустили Его спасло то Что он был Беспартийным Несмотря на то Что вот Гражданскую Все И когда я Приехал к нему В гости Он Составлял списки Как-то на 9 мая И красным карандашом Вычеркивал Кого уже нет в живых А это было еще 70-е годы Но все равно Уже тогда уходили И я Когда я преподавал А я был Завкафедрой Педиатрии Детских болезней В колледже Медицинском Я Со студентами Мы ходили На 9 мая В парк Горького Или К Большому театру Где собирались ветераны Ну и вот тогда же В начале 80-х Наверное Была написана Эта песня Веселые лица И грустные лица И звоном медальной Москва-серебрица Оляют гвоздики Кровавою раной 9 мая Идут Ветера За тех, кто остался Под Брестом и Рузом За тех, кто с далекой войны Не вернулся За тех, что не дожили Не долюбили Сюда день победы Приходят Живые Те года За спиною Строим Часовые Застыли Строго И плечом к плечу Как когда-то Той минувшей войны Солдаты Напротив таблички Бабушка прячет Бабушка прячет За старой иконой Олень Гвоздики Кровавой ураной Вы все рядовые И все генералы Я молча иду По весенней столице Солдату Последней войны Поклониться Сорок лет за спиною Строим Часовые Застыли Строго И плечом к плечу Как когда-то Той Великой войны Солдаты И здесь обокрал на куплет Как обычно А когда с оркестром Там, естественно, все это было медленнее Ну вот была такая песня А когда была А? Наверное, она есть Но ее уже пою не я Ее уже поют другие люди А когда Следующий какой-то В общем Попросить Это был заказ Заказ Как комсомола Написать Значит еще Песню о войне Мой приятель С кем мы вместе Учились в институте Он работал на острове Валаам В этом госпитале Для ветеранов Это был необычный госпиталь А госпиталь для тех Кто был страшно искалечен И не сообщили Они даже родственникам Не хотели Ну вот без рук без ног Полностью обрубка человека Или Лица Нету совсем лица Я видел У человека нет лица Есть только Две небольшие дырочки Чтобы дышать Лица нету Все И вот таких там было очень много И я Под жутким впечатлением был Приехав на этот Валаам И увидев это все А еще в 81-м году Вышла небольшая заметка В известиях По-моему Или в комсомольце О том Что на Валааме Пришел в себя Человек Который Был контужен В апреле 45-го 18-летний парень И с апреля 45-го По 80-й год Он Не осознавал себя Где что И внезапно Непонятно от чего Он приходит в себя И вот это вот Ужасное Абсолютное состояние Когда вот жизнь Прошла Прошла мимо жизнь Он был 18-летним парнем В 45-м году 80-минус 45 Это сколько 35 лет 35 лет И ему было 18 Оп Приходит вся человек А Все прошло И я написал Песню тогда Песню Так называлась Валаам Она должна была Войти В пластинку К 40-летию победы Но Вызвали меня В ЦК комсомола Сказали Что ЦК партия Зарубила ее Она говорит Дописывай Она у тебя слишком мрачная Дописывай Их распоряжение Чтобы ты дописал Еще один куплет Чтобы партии Правительство О них помнит И заботится Тогда все будет нормально Я ничего дописывать Естественно не стал Эта песня Никуда Не вошла Я попробую Ее вспомнить Но я сижу Такой расстроенный У этого Товарища ЦК комсомола Он говорит Борь Ты так быстро Пишешь Ты расстроенный Достает бутылку Кневика Говорит А слабо тебе Говорит Написать песню Вот И за час После бутылки Кневика В его кабинете Я написал песню Которая вошла В диск В пластинку Но я ее спел Три раза Когда записывался Все Вроде говорят Неплохая песня Но она шла Вот отсюда Это не от души Не от ума Это просто Умение Зарифмовать И скомпилировать Какие-то Нужные тогда Вещи Хотя песня Говорили неплохая А про Волам Была вот такая Если я сейчас Вспомню опять Родные очнитесь Залечены раны Родные очнитесь Зарыты воронки И письма открытки А не похоронки По улицам ранним Несут почтальоны Над Воламом островом Над елями и соснами Повисла тишина На Воламе острове Стоит военный госпиталь И там живет война Жива ни в фотографиях Ни в автобиографиях Ни на страницах книг Живет она в контуженных И танками утюженных Не выпуская их Часы там все Напутали секундами С минутами Там время мчится Вспять Хоть сорок лет Уж минуло С тех пор Как небо мирное А там война опять И живы во вчерашнем дне Стократно умиравшие Но выжившие вдруг Тонувшие, сгоравшие И без вести пропавшие Несут свой страшный груз Родные очнитесь Залечены раны Родные очнитесь Зарыты воронки И письма открытки А не похоронки По улицам ранним Несут почтальоны Вот, тоже редко я ее, конечно, пою Раньше я часто достаточно Давал Благотворительные концерты Особенно 9 мая Но и сейчас тоже Помню Лет 6 или 7 назад Жуткий случай Ветерана одного Выгнали из-за стола Его узнали Он, оказывается, был в заградотрядах Знаете, что такое заградотряды? Знаете? Вот он в заградотрядах был И его узнали И выгнали Вся грудь в медали Говорит, мы получали награды За то, что проливали Свою и немецкую кровь А ты за то, что нашу И выгнали Ну, что поем Более жизнеутверждающее Вот, тогда для Уважаемой Нинели Ивановне Нинели Ивановна Что поем Из тех лет Любую классику Я же говорил А? Что на душ ляжет я не могу В зале женщины Ты стоишь у окна Небосвод высокой свете Ты стоишь и грустишь И не знаешь отчего Потому что опять он прошел И не заметил Как ты любишь его Как тоскуешь без него Потому что опять он прошел И не заметил Как ты любишь его Как тоскуешь без него Ты скажи Расскажи Разве в нем одном От рада Может просто тебе Стало холодно одной Может просто тепла Твоему сердечку надо Чтоб не ждать Не страдать И не плакать под луной Может просто тепла Твоему сердечку надо Чтоб не ждать Не страдать И не плакать Под луной Все пройдет Все уйдет Станет поздно Или рано Тихим сном Теплым сном Этот вечер голубой Так не плачь Не грусти Как царевна Не смеяна Это глупое детство Прощается с тобой Так не плачь Не грусти Как царевна Не смеяна Это глупое детство Прощается с тобой Ну, просьба, пожелание Аленушка, что тебе спеть? О Харькове О Харькове? А-а-а Опять боюсь на куплеты покраситься Давно Попробую Это мой Старинный друг И мой самый любимый Поэт и бард Была со мной Как передача По культуре В России И спрашивали Кто ваш любимый Поэт Кто ваш любимый Арт Ну, конечно Висбор Худжав Высоцкий Я говорю Я очень их люблю И уважаю Но мой Любимый бард И поэт Это Вадим Егоров Который Мои чувства Может Выразить Лучше меня О, точно Харьков А потом Я на Егорова Пародию спою У нас теперь Уже много лет Хохма Если мы вместе выступаем Он выходит Поэт оригинал И вытаскивает меня Чтобы я пел пародию С Ландсбергом У нас такие же были Хохмы А вот Долина Долина не разговаривала Полгода Наверное Вероника Которая Не варит Вадим Егорова Вадим Егоров Субботова Ведом Егорова Не ведая радства Вне суетной толпы Вне пошлого И ложного Два ангела Земных Два зимних Божества Сольются Впереди В единство Невозможное Наутро Я в себе Замечу их следы Ступлю на них И вот Казиня Меня И милуя Три радости Мои И три Мои Беги Солиться За спиной В единство Шестикрылое И вертикальный Взлет Шуршащих Этих Крыл Со мною Взмойтвалась Упруга И напористо Над россыпями Лиц Который Я открыл Над ледяным Дождем Который Ночью Лил И бросит На вокзал Перед Отходом Поезда Вокзальные Часы Ударят Десять раз Ударят Как звонарь На колокольной Звоннице И увлажнит Глаза Прощальный Шелест Фраз И лязг Бухера И поезд Звезда Тронется Десять раз Глаза И с ним И он И вы Канет И тающий Перон И с ним Такая жаркая Клокочущая Ах! Недолгая Увы Хмельная Благодать Полуночного Харькова Сколько у меня еще Сережа? А? А? Все, драку И разбегаемся Пять минут Что у нас осталось Пять минут? Я А, Пародина Егорова Все помнят Монолог дочери Нам с сестренкой Каюк Наша мама на юг Помните, да? Значит После Случая С Дуленой Которая обиделась На пародию Я написав эту пародию Звоню Вадику И говорю Вадик У меня завтра концерт Значит Я собираюсь на тебя Пародию петь Дайте сейчас Зачитаю Пой Что хочешь Что я тебя не знаю Негры У меня уже Были Прецеденты Он послушал Да ради бога Ничего Нам сестренкой Каюк Наша мама на юг Улетела Недавно Правда Папа не мед Тот, кто знает Поймет А как муж И подавно Пап Тарам-тарарам Говорит по утрам Нашу мать Вспоминая Ну а по вечерам Дождь Тарам-тарарам На гитаре Играет Папа шалит Хочется очень Пап Давно И этого хочет Пользуюсь тем Что мамы нету Папа шалит Вот вчера Например Он двух дядей Привел И какую-то тетю И потупил глаза Нам сестренка И сказал Мой друзья По работе Нас усылали В кровать Но о том Чтоб поспать Не могло быть И речи Только слиплись Глаза Громкий звон Подсказал Что сервис Наш не Папа шалит Водима была Командировка В Англию И он привез оттуда Песню про Соха Про публичные дома Поэтому я забыл Сказать перед песней Папа им спел Песню про Соха Дядя сказали А вот бы неплохо Тетя сказала Что сейчас устроит Соха им здесь Кто-то рядом ходил Нас опять разбудил То ли стон То ли хохот Что там дядя творил Через щелку в двери Мы смотрели на Соха Все пошли на балкон И народ из окон Лишь глазищами хлопал Этот дядя нахал Всех с балкон пугал Не одетою попой Ну а потом Умора прямо Вдруг как сюрприз Явилась мама Вот подрасту И маме папу Шлепать не дам Ну и в заключение Я хотел бы Прочитать вам Кратенькую лекцию Зачем вы здесь собираетесь Что такое вообще Авторская песня Что такое авторская песня Знаете, прежде чем пытаться петь Если вдруг кому неинтересно Полчаса придется потерпеть Чтобы петь сперва нужна гитара Без гитары петь нельзя никак Быть должна гитара очень старой Битой и без третьего колка Чтобы виртуозную игрою Зрителей случайно не спугнуть Струны хорошо Чуть-чуть расстроиться В песенке должно быть много текста С рифмой С рифмой А желательно с двумя Но не больше Так как, если честно Рифмы только по ушам гремят В тексте нужно что-то про походы Про дожди, про вольные ветра Про погоду или непогоду Про друзей и ночью костра А еще следить за смыслом важно Чтоб в тексте не было его Чтоб никто из слушателей ваших И не вздумал думать ничего На гитаре нужно брать аккорды Как известно, их бывает правильно Три Струны нужно жать не очень твердо Что придаст особый колорец Коль со слухом сложности большие Можно на мелодию накласть Главное ни разу не сфальшивить То есть чисто в ноту не попасть Стыдно петь без хрипов и без вздохов И блистать вокальную красою Потому что это очень плохо Это называется попсой А попса бездарна, как известно Да и нам не нравится она Нам по вкусу авторская песня А кому-то даже не одна Спасибо дорогие друзья Я очень рад тому, что в зале вижу одухотворенные лица Хотя мне сказали, что это единственный зал на весь Киев Где собираются любители бардовской песни Я счастлив, что он может всех вместить Всех любить Всех выместить Это для меня слишком мудро Мы счастливы быть противоречиями Это по пси Это идет поэт Светик Навстречу Буратино Незнайка, естественно Слышишь, говорит, Незнайка Рифму еще, рифму на слово пакля Пакля, шмакля, рвакля, дракля Рифма, и он говорит Легко, херакля Фу, гадость какая Незнайка Фу, гадость Ты не поэт, Незнайка не поэт Ты не поэт, конечно, не поэт Я бард Все, дорогие друзья Караул устал Сережа нас разгоняет Желающий есть приобрести Это не обязаловка Если есть, то пожалуйста Если нет, то черт с вами Выживу Спасибо большое Продолжение следует...